Задолго до появления первых динозавров, задолго даже до первых наземных животных была такая удивительная эпоха в истории Земли, как Кембрийский период. С него началась палеозойская эра, эра древней жизни и не простой, а как мягко сказать необычной. Именно Кембрийский период дал толчок на появление странных созданий, увидев которых не понимаешь, в какой момент эволюция словила глюки и породила таких чудовищ. Но не только эволюция грешит багами. Любой сайт или приложение, созданное без должного внимания к деталям, может столкнуться с проблемами, которые в конечном итоге отразятся на нас, обычных пользователях. Да даже просмотр на канале Животный мир может превратиться в кошмар, если приложение начнет лагать. Возможно, после такого ты и сам захочешь создать ему конкурента, который будет работать безупречно. В этом деле тебе поможет скиллфэктори. На курсе FullStack разработчик ты научишься работать с визуальной и технической частью. Простыми словами, сможешь в одиночку создавать сайты, веб-приложения, чат-ботов и много других вещей, хотя обычно для этого нужна целая команда. Сейчас таких спецов нанимают и крупные компании и стартапы, а средняя зарплата в профессии 200 тысяч рублей. Главный плюс курса – практика с первых дней. Ты с нуля научишься писать код, даже если никогда раньше не программировал. Сделаешь 10 собственных проектов от простых игр до серьезных веб-сервисов. Пройдешь стажировку и хакатон, где потренируешься решать реальные задачи бизнеса. Например, не так давно студенты курса поработали с московским зоопарком и создали телеграм-бота Спроси Тимофея, он, кстати, манул, может даже кто-то из вас про него слышал. В общем, под конец учебы уже будет и портфолио, и опыт в резюме, с которым сможешь устроиться на хорошую работу. Регистрируйся на курс по ссылке в описании и становись крутым IT-специалистом, а по промокоду Animal получишь скидку в 45%. Skill Factory – куча тех, кого берут на работу. Возможно, посмотрев на картинку, ты решишь, что это фантазия художника на тему «предполагаемый облик инопланетных форм жизни», но нет, это реально существовавшее животное. Галлюцогения – род ископаемых беспозвоночных, живших в кембринском периоде. Они являются дальними родичами современных тихоходок и членистоногих. Впервые галлюцогения была обнаружена на территории нынешней Канады. У нее было длинное тело со множеством ног и шипы на спине. Этакий игольчатый червяк с двумя рядами конечностей с когтями. Спереди располагалась хоботоподобная голова с зубами и глазами, а еще несколько щупалец. Поначалу палеобиологи решили, что это несуразное существо ходило кверху брюхом, перебирая шипами. Потом правда разобрались, где спина, а где ноги. К сожалению, большими размерами галлюцогения похвастаться не могла и достигала максимум 6 сантиметров в длину. Копаясь в земле, палеонтологи открывают для себя что-то новое. Иногда это травмирует руки и черепа, иногда это переворачивает пару-тройку эволюционных теорий. Как правило, находки не к чему присобачить, но иногда они находят крутую летающую штуку. Например, шаровептерикса. Это планирующая рептилия, останки которой нашли на территории Ферганской долине в Кыргызстане. Предполагается, что она была дальним родственником птерозавров, которые, кстати, не динозавры, как ты мог подумать, а тезки. Вот только у птерозавров крылья были на передних лапах, а у шаровептерикса перепонка была натянута между задних конечностей, и он летал, а точнее планировал раздвинув ноги. Выдающимися размерами шаровептерикс похвастаться не мог, его длина была всего 20 сантиметров, а вес около 75 граммов. С точки зрения аэродинамики кыргызский мини-дракон был даже поэффективнее нынешних белок-летяг, и нет отопырей. Так как его раскинутые ноги и хвост работали аналогично дельтовидным крыльям современных истребителей, а с помощью перепонок между передними лапами ящер обеспечивал устойчивость по тангажу, чтобы не свалиться в неконтролируемый штопор. Киты млекопитающие. Хотя они и смахивают на рыб, но это обман зрения, не обращая внимания. И были в мировой истории времена, когда китообразные неборазделия океанические просторы, просеивая сквозь зубы планктона, топтали землю и загоняли невинных жертв, пронзая их мощными клыхами. Взгляни на это создание. Это Пакицет. Его название Пакицету с латинского переводится буквально как «пакистанский кит». Он жил примерно 50 миллионов лет назад и внешне был похож на волка или гиену. Его длина составляла от 1 до 2 метров. Вот только на кончиках его пальцев были не когти, а не большие копытцы, и вообще строение лап напоминало ног свиней или овец. Да, хищная волкоподобная парнокопытная, имеющая травоядных предков и ведущая полуводный образ жизни как тюлень. Ничего удивительного. Пакицет охотился как на наземную добычу, подошедшую к воде слишком близко, так и на водных животных и рыбу. Со временем его копытца исчезли, пальцы превратились в ласты, ноги и хвост рослись, и он превратился в млекопитающее под названием амбулацет. А уж тот дал начало нынешним китообразным. Вряд ли кто-то мог предположить, что хищник когда-нибудь превратится в мирного великана, питающегося планктоном. Но именно это и произошло. Гориллы – серьезные ребята, которых природа наградила могучими лапищами и развитыми широчайшими мышцами спины. Короче, очень внушительные приматы. Но гориллы такие крутые только потому, что они никогда не встречались с холикотериями. Эти господа – родственники лошадей, которые еще не успели отрастить копыта. Холикотерии вполне могли навалять любому кинг-конгу, по крайней мере с медведесобаками и саблезубыми кошками они справлялись без особого труда. С такими ручищами достаточно было одного могучего хука справа, чтобы сбить с ног любого хищника. Они обладали короткими головами, как у зебры, и чрезвычайно мускулистыми передними лапами, с помощью которых ходили, опираясь на костяшки пальцев. Размер типичного холикотерия – 150 см холки и аж 600 кг живого веса. Обитали они в конце эпохи Миоцена примерно 5 млн лет назад на территории Европы. Около 560 млн лет назад условия на нашей планете совсем не походили на нынешнюю. Суша была безжизненной, континенты другими, луна располагалась ближе к земле, отчего приливы и отливы были сильнее, а год длился 400 дней. Это время называли «эдиакарским периодом». Сады Эдиакара, то есть «но морское» тех времен было райским местом. Тогда еще не знали хищничества, да идеи догнать и сожрать ближнего живые существа еще попросту не додумались. Одним из самых интересных и крупных представителей «эдиакарской биоты» была Дикинсония. Она представляла собой круглый живой ковер размером до полутора метров, разделенный на сегменты. Дикисония умела ползать с помощью ног-оборочек по краю, но, видимо, предпочитала вести малоподвижный образ жизни и постепенно увеличивалась в размерах. Питалась Дикинсония микроорганизмами, собирая их с одноморья. Ученые долго спорили, что это такое. Из-за содержания холестерина в организме Дикинсонии большинство биологов полагает, что это все-таки животное. Хотя некоторые утверждают, что Дикинсония была грибом, или вовсе относилась к ныне исчезнувшему царству природы неизвестному науке. Тиктоалик — странная рыба. Настолько странная, что и рыбу-то в ней узнать непросто. Каждый раз, когда я смотрю на это животное, задумываюсь, а не мой ли это предок? Ученые говорят, возможно, но не факт. Тиктоалик может быть как нашим предком, так и двоюродным, троюродным дедом. Однозначно понять сложно, ведь тиктоалики возникли 385 миллионов лет назад. И хоть мы и не можем однозначно проследить родословную, мы точно понимаем, почему они выглядели как плод любви амфибии с рыбой. Наших героев обнаружили в Северной Канаде. В Деонском периоде она находилась почти на экваторе. В те времена местные равнины представляли что-то среднее между речными долинами, болотами и густыми тропическими лесами. Гниющие листья поглощали из воды кислород, завалы мертвых древовидных папоротников и плаунов создавали запруды и плотины. Обилие дармовой органики привлекало сюда массу животных всех типов строения. Чтобы выжить здесь, тиктоалики сильно изменились. Проблему недостатка кислорода они решили гениально, обзавелись легкими. Правда, чтобы дышать полной грудью, рыбам пришлось отказаться от ажурных и легких ребер в пользу более прочных костей, на которых нашлось место для прикрепления межреберных мышц. Ведь без них дышать не могут ни тиктоалики, ни мы с тобой. Задачу передвижения в трудной местности они решили не менее радикально. Превратили плавники в конечности. Грудные плавники дополнительно усилились прочными костями и обзавелись лучезапясными суставами. У современных четвероногих они отвечают за движение кистей. Задние недолапки тоже поменялись, они стали длиннее и прикрепились к цельному тазу, который у обычных рыб не встречается. Такая модификация плавников обеспечила их крепкой мускулатурой большим количеством степеней свободы. Тиктоалик мог раздвигать водоросли и отталкиваться от затонувших деревьев, а современные математические модели показывают, что он мог даже приползать из одного водоема в другой. Но в мелководье рыбина покидала не часто. Обычно она залегала на дне мутной речушки и медленно покачивала треугольной головой на короткой шее, словно крокодил какой-нибудь. Древняя недоамфибия выжидала неосторожную добычу и скрывалась от взглядов опасных хищников, впрочем врагов у него было немного. Гиганта длиной в 2,7 метра так просто не слопаешь. Тиктоалик исчезает из палеонтологической летописи примерно 370 миллионов лет назад. Но вот вымер ли он? Может быть его потомки летают в небесах, скачут по полям и смотрят дурацкие передачи по телевизору? Как думаешь? Пока.